Здравствуйте! Я Татьяна и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмешкина. Приглашаю к экранам всех, кому нравится распаковка посылок с пряжей. От магазина ПакВул получила я предложение о сотрудничестве. С огромным удовольствием согласилась, так как это верный и проверенный друг. Именно благодаря магазину ПакВул я познакомилась с носочным пряжей HappyFit от Gazal. И что поразительно, то ли рука такая легкая у магазина пряжи данного, то ли еще что. Но получая пряжу из этого магазина, я, как правило, извязываю ее порой даже упаковками до последнего метра. Достаточно вспомнить, например, носочку Alize Superwash. Также из этого магазина я брала и сначала вязала шикарные носки с высоким баглинком. А потом, когда моточков оставалось, клубочков все меньше и меньше, вязала коротыши, смешивая эту пряжу с лидией. А моя кольчуга? Пряжа хлопок со льном, шикарная пряжа. Также приходила мне с магазина ПакВул. Перечислять можно долго, но лучше я оставлю ссылку на магазин. Вы пройдите и посмотрите. Ассортимент поражает. Цена радует. Давайте же переходить к сегодняшней посылке. Говорите вы мне, и я вас слышу. Артикулы сегодня почти все для меня знакомые. Новичок только один. Вот с него мы и начнем. Много слышала, но никогда не держала в руках. Махерчик от YarnArt. Махер тренди. Ну, в общем, так, будем считать. Махер в тренде. Вы же знаете, я суперпереводчица. Я все умею с лед и переводить на любом языке. Ну, полиглот, что поделаешь. Значит, 50% махер, 50% акрил. 100-граммовые моточки. Знаете, такие хорошие моточки. После 50-граммовых как-то прям уже непривычно. Последнее время, что 50 грамм в руках держу. Ну, в смысле, пряжные моточки. Так, 220 метров у нас и цвет 116. Производитель Турция. Вот та информация, которую вы просите показывать. О, 5 миллиметров. Это же самые толстые носочные спицы буду готовить. Потому что я хочу вязать аксессуары. И этот цвет, бежевый, идеально, просто идеально подходит к носочной пряже, которую я взяла. А соединять носочку с махерчиком мне очень нравится. Здесь, конечно, получатся такие толстенькие, прям пухленькие изделия. То ли носки, то ли валенки, да. Шикарные варежки могут получиться вязанием всякой белочевки пузатой. В ближайшее время, это прямо поздняя осень и начало зимы, а может быть всю зиму, не знаю. Я как раз планирую заняться. Видите, меня все к какому-то жутоподобному тянет. К деревенскому. Ничего не могу с собой поделать. Если хочется, надо вязать то, к чему душа идет. Вот такая ниточка. Буду благодарна, если кто-то вязал, кто-то может что-то сказать. Безусловно, свое мнение о пряже создать, это великолепие великолепное. Мнения о пряже могут не совпадать. Но все равно интересно почитать, какое мнение превалирует над каким. В общем, что меня радует. Прочь носочные спицы. Точить я буду свои толстушечки. Это у меня пять с половиной. Мои кубики. Это у меня шестерочки. Ой, как по цвету подходит нам фотографию сделать. Итак, улыбочку. Замечательно. Следующий. Улыбочку. Замечательно. Так, так, так. Ну и с какой же носочкой я буду смешивать мохер, который в тренде. Совсем недавно я познакомилась с пряжей Ализе Артисан. Сказала, что абсолютно никакой разницы между Ализе Артисан и Ализе Супервош. Это очень важно. Артисан и просто Ализе Старенькой Супервош. Я не увидела. Но почему-то мои руки тянутся именно к Ализе Супервош просто. Без Артисан. Однако моей подруженьке, мы же здесь все меняемся, все вяжем, очень понравился именно Ализе Супервош Артисан. Мы, Николай Второй, одну упаковочку взяли этой пряжи. Она, кстати, тоже вязала просто Супервош Артисан. Она говорит, Татьяна, вроде как и я, никакой разницы особо не замечаю. Но вот более шелковистая это, хотя подавляющее большинство зрителей писали, более сухая. И мне кажется, более сухая. В общем, сколько людей, столько мнений. Но то, что намоточка другая, да, и подлиннейшие мотки, это очень здорово, классно и интересно. Как мы делаем? Значит, именно подруженьке я взяла эту пряжу, а себе вот эту Ализе Супервошечку. Но, но, как мы поступим? Кто-то уже догадался, да? Я два моточка экспроприирую Артисана. И у меня упаковочка пряжи, которые подходят к Махеру, что в тренде. Ну, а подруженька моя, раз любит больше, но чтобы цвет чуть-чуть отличался, получит еще два моточка этой пряжи. Мы так меняемся. Потом у кого-то что-то не хватает, а ты вот эту извязала, нет, а дай-ка мне, пожалуйста, чуть-чуть там не хватает. В общем, у нас нормальные дела, по порядку. Итак, кого заинтересует именно этот цвет. В 100-граммовом моточке 420 метров, да? Такой классический носочный намот, плюс-минус обычно. Так я буду потихонечку. 75% шерсти, 25% полиамид. Вот информация. Ну, так как я буду вязать с Махерчиком, который только сейчас показала, да, спицы, конечно, я буду брать толстюшечки. Потом соскучусь и опять буду брать тонюсенькие спицы и вязать тонюсенькие носочки. Все как-то временами. Не только носочки, шапочки, митинки, джемпера, кардиганы. Я очень давно вяжу из носочной пряжи все, что заблагорассудится. Цвет-то я так и не сказала. 431. Значит, давайте посмотрим, как будет сочетаться с Махером, который в тренде. И у Артисана, и у Махера цвет бежевый. Если не брать во внимание цифры, а вот именно словесно, цвет бежевый. В матках все-таки... Так, телефон. Нравится телефон. Если телефон еще имеет, значит, нравится. В матках прям такое отличие существенное. Но это разных производителей. Иногда от одного производителя один тот, что это отличается. Но вот когда мы их возьмем две ниточки вместе, да, уже как-то сглаживается разница. Особенно вот в круточке. Мне кажется, меланжевый эффект будет. Но в общем и целом замечательно. Вижу варежки, вижу носки. Почему я люблю соединять? Потому что я ленюсь. Ленюсь вязать носки на тонких спицах. Иногда нападает. Вяжу, вяжу, вяжу. Но так мне нужно что-то на спицах потолще. Варежки шикарные. Можно резиночку у варежонок связать без Махера, да. Пальчик, например. Как макушка? Мысок тоже называется варежка. Вот. Основную часть с Махерчиком. Бежевый цвет. И изумительно она подойдет к Ализе просто супервоши. Сейчас посмотрим. Здесь цвет светло-коричневый называется. Я взяла эту пряжу как светлые носки буду вязать. Сейчас покажу, какие я еще из Ализе супервошки темные буду вязать. Мне хочется несколько носочных изделий снять просто резиночкой. И вот так они смотрятся, если не смешивать ниточки, а со стороны. Ну-ка мы посмотрим, насколько эти цвета отличаются. Бежевый, светло-коричневый. Артисант простая супервошечка. Рядышком где-то стоят оттеночки. Идут оттеночки. И вот мы сейчас запутлякаем. Тоже будет меланжевый эффект. Ну, в общем, чувствуется, отожмут у меня несколько моточков тренда моего. Потому что подходят и картиса. Ну, не знаю, если захочет тоненькие вязать. А для разнообразия. Варежонки вот во всяком случае. Кстати, Махерчик можно соединять и с Лидией. У меня такая бежевая Лидия есть. Вот такого прям бежевого цвета. Можно тоже ниточку Лидия, а носочки вязать, если будет настроение тонкими нитками. Мне нравятся. Абсолютно все цвета шикарно сочетаются. Когда прям остатки-остатки будут уже, да, можно паголинок, стопу или наоборот связать. Отлично. Вот то, что я хотела. Спокойный такой ненавязчивый цвет. Отлично просто. Мне нравится. Вы просите назвать цену. Почему я называю цену? А говорю, пройдите, пожалуйста, по ссылке. Ссылка будет под видео. Потому что кто-то смотрит видео здесь и сейчас, и цена одна. Кто-то посмотрит через полгода, через год. Ролики же они висят на каналах. И пишут комментарии люди. Вы сказали, что стоит столько-то. На самом деле стоили столько-то. Значит, здесь и сейчас. В реальном времени. Моя любимая Ализе Супервошечка. Сочетание цена-качество выше всяческих похвал. Люблю эту пряжу всей душой. Стоит 1080 рублей. А Ализе Супервошечка-артисанчик. До сих пор не знаю, какая разница. Стоит 1030 рублей. Я говорю, за упаковочку цену. В упаковочке 5 штучек. Именно этой пряжи под упаковкой может иногда пониматься. 10 моточков, 5 моточков, 3 моточков. Упаковки разные. Да, вот машина бибикает, говорит, что я правильно говорю. И мохер, который в тренде, стоит тоже 5 мотков его, кстати, в упаковке, что очень важно. 1160 рублей. Девочки, я могу что-то напутать. Если я не напутаю, то буду не я. Поэтому по ссылочке пройдите и посмотрите. Не напутали ли я? Еще Ализе Супервош. Хочу сразу предупредить, что на этом телефоне очень ярко, ярче, чем в реале, проглядываются вот эти беленькие вкрапления. На самом деле, они чуть-чуть, так если я приближу, они вот так, что ли, при глушении. Давайте посмотрим номер цвета, потому что остальные данные абсолютно такие же. 521. У меня была серенькая, но слегка посветленная. Это была у меня действительно пряжа цвет серый, а это цвет антрацит. Из этой пряжи очень выигрышно будут смотреться простые носочки, резинкой. Как для мужчин, так и для женщин. Я вообще из этой пряжи вижу все, что угодно. Шапочки. Вот этот же комплект. Перчатки мужские, допустим, шапка и шарф. Отлично. Конечно, великолепно подошел бы, я люблю, соединять с махерчиком, да? Тончайший махер. Вот у меня все, что осталось от упаковки, потому что другим серым цветом я извязала эту красоту. Нет, наверное, черный махер сюда лучше бы подошел. Вот, кстати, махер черного цвета есть в магазине, а я взяла махерчик светленький. Сейчас я вам покажу. Как игрушечка. Упаковка. Шесть мотков. Махера. Уже знакомого мне махера. От Газал. Суперкит Махер. Отдельно я из него не вязала, а вот в подмот брала. Прелесть прелестная. От махера на шелке, в отличие, да? Я не замечаю в нем, как я уже сказала, лоска, шелка, блеска. Но мягкость, нежность, тепло этот махер дарит. Если кто-то вязал исключительно из махера одного, как вам впечатление? Вы смотрите, какая прелесть, да? Хоть в снежки играть. Ой, какая прелесть. Ну чудо, ну чудо. Любуюсь и дальше ролик не снимаю. Встаю, любуюсь, улыбаюсь. Ой, какая прелесть. Итак, кто самый смелый, пойдемте мы вас изучим. Турецкий махер. Молочный цвет. 22% полиамида, 31% супер вош мерина файн, 47% супер кит махер. Вот так вот смотрится этикеточка. Очень так выдержанно, красиво, стильно, мне нравится. 25 грамм, 237 метров. Спицы рекомендуется вот такие. Но кто паутиночки вяжет, тот спицы варьируют уже по своему желанию. Некоторые и на пятерки, на шестерки, на семерки. Несмотря на какую степень дырявости мы хотим своего изделия. Вот такая прелесть. Конечно, если сравнивать этот махерчик и махер в тренде. Где он у меня? Этот кажется каким-то, знаете, таким пожившим, обросшим, видавшим виды махер-махерчем. А это что-то такое, вот прям, даже не в цвете дело. Вот именно не в цвете. У меня эти умненькие сейчас, вот в руках был, куда я остаться что-то делаю. Вот он. Какой-то нежненький, что ли. Ну да, если взять метраж. Так, если взять метраж. 100 грамм, 220 метров. Ну конечно, а здесь в 25 граммах. Больше метров. Это тонкая, нежная субстанция. Пусть даже не на шелке, да? Вот. А здесь такой. Ну и у нас предназначения-то разные. Очень я довольна и тем, и тем. Вот чем ближе зима, тем больше хочется вот этого всего такого мягкого, пушистенького. Вот так вот, так вот, вот это там черненький. Давай-ка мы тебя тоже в кадр. Чем ближе зима, тем больше хочется чего-то мягкого, тепленького, мохнатенького, пушистенького такого. Ближе к Новому году мне нужно связать несколько носочков, носочных изделий, такие, знаете, как для принцессы, что ли я их называла, под елочку, носочки под елочек. Именно такого цвета. И вот этот молочный цвет я взяла под пряжу примерно вот такую. Это Alize Superlana Tic. У меня моточек, не носочка. Но я не сейчас буду вязать, я чуть-чуть попозже буду вязать. И, возможно, к тому времени у меня Alize Superlana Tic будет носочной, не знаю. Но я к тому, что когда к носочной пряже, или к пряже не носочной, но с которой можно спокойно связать носочки. Нет, Alize Tic буду брать, наверное, в две нитки, даже не наверное, а точно. Подмешать чуть-чуть махерчика, носок сразу, хоть варежки, хоть носочек, хоть шарфулечка, сразу становится, я не знаю, каким-то другим, каким-то другим. Конечно, это на вкус, на желание, я не спорю. Но вот под такие цвета я взяла этот махер. Носочки как минимум, возможные варежки. Но пока мне нужны носочки. К Новому году ближе будем вязать. Белых носочных изделий у меня много, можно это посмотреть. Я люблю вязать беленькие штучки. Я искренне благодарю магазин FACVU за такое роскошество. И тебя, мой добрый зритель, за внимание. Ссылка на магазин под видео. Наливай щеку, кофейку и просто поброди. Уверена, без покупок не уйдешь. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно. Будут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok